Дальний Восток Однолетние двудольные и злаковые сорняки На наших полях широкая линейка злаковых сорняков Это куриная проса, это овсюк, если мы говорим про злаковые Мышей из двудольных однолетних Это марь белая, это щерица запрокинутая Надежный почвенный гербицид Незаменимый помощник в возделывании сои на Дальнем Востоке Применение почвенного гербицида Это 60-70% удачной борьбы с сорняками Не применив почвенный гербицид Получаете проблем в разы больше Потеряете в урожайности Если удалось по всходовым гербицидам побить Это процентов 20 потеряете Если не удалось, то терять будете 60% и выше Где-то сэкономите на почвеннике Потеряете в урожае По всходовым гербицидам опять тоже потеряете в деньгах Потому что придется увеличивать дозы Почвенный гербицид примерно Вот мы года 3-4 назад применяли На площади порядка 40% Результат увидели мы как агрономы И его увидел директор И было принято решение, что почвенным гербицидам Работать на всей площади То есть на 100% Вот на данный момент у нас почти 12 тысяч сои Планируется посеять Мы обрабатываем всю площадь почвенным гербицидам Одни из самых важных технических характеристик Которым должен обладать досходовый гербицид Это непосредственно спектр Картолируемых сорняков Второе можно отметить Это период защитного действия Против также сорняков после применения И одно из самых главных Мягкость его культуры Почвенный гербицид должен обладать Длительностью минимум месяц 30 дней Чтобы свои ранние посевы успели взойти Выйти первый и второй тройчатый лист Чтобы это нам позволило Не нанести вред культуре Гербицидами и последующими обработками В своей практике мне приходилось работать И с гербицидами почвенными досходами Которые требовали обязательной заделки Нам приходилось отрывать технику людей Для того, чтобы заделать гербицид Сейчас мы работаем в Гарда Гол Который не требует никакой заделки в почву То есть опрыскатель прошел И он прекрасно держит Видите, у нас сорняков практически нет В течение 4-5 недель Гарда Гол прекрасно сдерживает сорняки Основным фактором является подготовка почвы То есть почва не должна присутствовать Больших камней Почва должна быть выровненная Еще фактором является Это правильный выбор форсунок Регулировка опрыскивателя Работа гербицидом в ночное время Мы используем как и однокомпонентные продукты И делаем из них баковые смеси Также и берем те гербициды Которые в себе содержат уже 2 действующих вещества Но это исключает какие-то ошибки При смешивании и внесении Там, где почвенный гербицид Затем гербицид по вегетации Эти поля просто отличаются Я не знаю, как небо и земля Там урожайность может достигать до плюс 50% Поэтому мы используем почвенные гербициды Уже на площади в 100% Защита соя от сорняков Начинается еще до всходов культуры Применение почвенных гербицидов Базовый элемент защиты культуры От сорняков на Дальнем Востоке Снижение количества сорняков Дает культуре шанс на хорошее развитие И реализацию максимального потенциала урожайности Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова